Анатолий Кручин хочет компенсировать вред здоровью и моральный вред профессору, которого он принял за любовника своей дочери. Игорь Еремец готов взять десятую часть предлагаемых денег, так как уверен, что под видом моральной компенсации ему пытаются всучить взятку. Добрый день, уважаемые стороны. Меня зовут Дмитрий. И я очень рад приветствовать вас сегодня на нашей встрече, где мы постараемся мирным путем урегулировать тот конфликт, который возник между вами. Инициаторами встречи являются Анатолий Леонидович и Елена Анатольевна. Пожалуйста, вам слово. Кто начнет? Анатолий Леонидович, да? Здравствуйте, Дмитрий. Да, начну я. Пожалуйста, обрисуйте нам суть конфликта. В первую очередь хочу принести извинения Игорю Павловичу за то, что избил его. Я благодарен ему, что он не пошел в полицию, хотя ситуация получилась форс-мажорная. У меня дочь студентка института на платной основе информатики. Учится, откровенно говоря, очень плохо. Я был уверен, что первый семестр она провалит с треском. К моему удивлению, она его сдала. Промолвилась тем, что у нее были занятия с профессором. Меня это удивило, потому что она у меня денег не просила. Она сама нигде не работает. Мысли какие, допустим, у нормального мужчины появятся? Как профессор будет заниматься с глупой студенткой на безвозмездной основе? Соответственно, мне это проделали другие мысли, что занимаются они далеко не математикой. Я несколько раз ее выводил на разговор, она категорически отказалась от этого. Соответственно, это мои подозрения еще более усилило. Но я решил сам все выяснить. Соответственно, я узнав его адрес, я приехал домой и как раз попал в тот момент, когда Елена находилась там. Так. Какова была картина? Ну, вы поймите меня, вот как отца. Я захожу в квартиру, там накрытый стол, бутылка шампанского, профессор сидит в халате, у нее платье короткое. То есть, ну, соответственно, я даже не спрашиваю, то есть вот здесь Игорь Павлович что-то и прилетело. И прилетело причем конкретно. А были крик, на его крик, прибегает женщина. Что за женщина, непонятно. То есть, давай выяснять. В итоге выяснилось, что это его супруга. Она реально документально показала, что они муж и жена. В итоге, как оно все получилось? Что на самом деле супруга его подтвердила. Что три раза в неделю по вечерам Лена приходила на самом деле к Игоре Павловичу на занятия. А в тот вечер, почему стояло шампанское, они ждали гостей. После репетитора суснения они ждали гостей. Что касается халата, оказалось, что у него тогда, на самом деле, в тот момент находилась гражданская одежда. Но просто у него любовь к халату, он всегда дома ходит в халате. В итоге вот ситуация, я же говорю, получилась как бы форс-мажорная. То есть, но здесь как отца можно понять. Поэтому я предлагаю Игорю Павловичу компенсировать ущерб, нанесенный его здоровью, в размере 200 тысяч рублей. То есть приносите свои извинения. Да, я, конечно, прошу извинения. За такое недоразумение, да? Это действительно... И 200 тысяч рублей в качестве компенсации за вред здоровью. А какой вред здоровью? Вы знаете, мне поставили всего лишь фингал под глазом. Он уже прошел. Ну, вы знаете... Так, ну хорошо. Игорь Павлович, вы преподаете у Елены или только занимались с ними дополнительными занятиями? Нет, на самом деле я являюсь ее педагогом. Она моя ученица. Я имею в виду, я помимо того, что дополнительно занимался, даже не помимо, а основной, она у меня на потоке. Но математика ей не дается никак. От слова совсем. Она очень слабая. Вот у нас есть слабые ученики, реально слабые. Вот она еще на порядок ниже. И поэтому вот эти вот деньги, я хочу что сказать, 200 тысяч рублей. Я готов взять деньги. Готов, да. Но готов взять 20 тысяч рублей. Почему 20? Ну, потому что я на такую сумму считаю нанесен не ущерб. Ну, поставил в фингал. Ну, вот вы видите. Уже все прошло почти. А 200 тысяч, я считаю, что это закамуфлированная взятка. Как мы уже начали говорить, я у нее преподаю, у нас скоро сессия, и она будет сдавать мне экзамен. И очень большая вероятность, вот слушайте, что она этот экзамен не сдаст. Надо стараться, правда. Игорь Павлович, ну, вот здесь момент... Ну, знания нету, и она не сдаст. Момент тот, который удивлял, понимаете, вот почему безвозмездно? Вот эта вот безвозмездность, она меня удивляет. Нет, даже другой еще момент удивляет. Если у Лены такие... Ну, не складывается с математикой, да, бывает такое? Может быть, вообще гуманитарный склад ума. Почему именно такой выбор? Почему пошли на... Я еще со школы хотела быть программистом, честно. У меня просто преподавательница по математике была, честно говоря, не очень. И она не смогла привить мне эту любовь. Но программирую, вы же сами знаете, я далеко не последний студент по программированию. Я очень хорошо знаю код, языки. Ну, вы знаете, вот именно вот ее желание, ведь она действительно стремилась. И побудила меня одной из причин заняться ей бесплатно. Ведь только в математике. А основная причина была в том, что я поспорил. Поспорил со своим коллегой. Он тоже педагог. О чем поспорили? Вот. Он считал, что Елена не способна к математике. Ну, как я уже говорил, она самая слабая на курсе у нас. И, в общем, ситуацию не спасти. А я еще славился тем, что я вытаскиваю самые безнадежные случаи. И мы поспорили под бутылку коньяка, ну, армянского, что я полгода занимаюсь бесплатно. И она сдает экзамен на отлично. Ну, вы знаете, вот позанимался я с ней месяц назад. И понял, что, как говорится, и на старуху бывает поруха. Ну, если сдать экзамен, ну, может быть, на твердо удовлетворительно. На отлично? Нет. На хорошо? Вряд ли. То есть я проигрываю спор. И я только готов был это признать своему коллеге и проставиться коньяком. Как вот это произошло, очень неприятный вот случай. Наполнил меня отец ее, дал мне под глазом. После этого я уже точно заниматься не буду. Мне нужно больше времени. Пожалуйста, дайте еще один шаг. То есть, Игорь Павлович, вы занимались с Леной, такой у вас был профессиональный спортивный интерес, да, доказать коллеге, что нет безнадежных случаев. Забили мою, как бы, профессиональную, как это я не вытянул. Ну, вот. Ну, что, прям совсем безнадежные, что ли? Я хочу учиться в университете. Пожалуйста. Вы знаете, вот тяжело сказать, но у меня после вот этого вот случая, что произошло, я уже ей заниматься просто не смогу. Во-первых, как бы оно там не было, я уже не смогу. А вы экзамен будете принимать? Да, я буду принимать экзамен. Поэтому считаете, что это завуалированная? Однозначно. Ну, в принципе, где это, да, я с вами соглашусь. Насколько я знаю, преподаватели подписывают, особенно, которые экзамены у студентов принимают, с их групп, с их потоков курсов, подписывают что-то типа клятва репетитора, что ли, или клятва... Нет, есть такое, конечно. Ну, то, что вы обязуетесь не репетировать. Вот, вот о чем. Почему я и отказался с ним правильно говорить. Особенно у тех студентов, которые у экзамены. Это абсолютно верно. У вас знание хорошее в этом деле. Поэтому я и отказался. Потому что любые мои замечания на ее ошибки будут восприниматься, прежде всего, ее отцом, как придирки. Как будто я специально хочу ее завалить. Хотя, вы знаете, ее заваливать не надо. Она и так не сдаст экзамены. Поэтому вот я и отказываюсь ей заниматься. Тем более, насколько я, опять же, осведомлен, как раз на безвозмездной основе можно. На платной нельзя, да? Это тоже как бы воспринимается, если преподаватель занимается со студенткой за деньги, и она потом сдает ему экзамен, тоже как бы завуалированная взятка, как вы сказали. Но вот никто не мешает на безвозмездной основе заниматься. Как у вас, например, спортивный интерес. Вот если мы сейчас 20 тысяч рублей, вы возьмете вот из этой суммы в качестве компенсации вреда здоровью. И мы как бы готовы вот тот инцидент, который произошел между Анатолием и вами, считать исчерпанным. Ну, недоразумение. Ну, всякое бывает. Тоже как отца его можно понять. Как инцидент я готов, но заниматься с ней я уже не буду. Извините, вот, Игорь Павлович, давайте все. Я уже не буду. Смотрите, давайте вот таки решим так. Вот девочка хочет очень сильно учиться. Мне тоже важно ее знание, как бы. Я хочу именно в этом и решить. А если вот не вы, так кто тогда? Далее в программе. Если вдруг я еще когда-либо подниму руку на него, я буду дарить ему одну восьмую от этой квартиры. Я до полквартиры не доживу. Вспыльчивая женщина часто обрушивала свой гнев на мужа. А когда тот подал на развод, решила исправиться. На какие уступки ради сохранения семьи она готова пойти? Ой, ну я не виновата, что мама меня любит больше, чем тебя. Ты взрослая женщина. Ну, почему ты ревнуешь до сих пор меня к маме? Девушка оформила по паспорту своей сестры 16 микрозаймов. А деньги потратила на рестораны и новую одежду. Ну, вы знаете, давайте я все-таки предложу вам хороший вариант. У меня есть мой Николай, он диссертацию пишет. Хороший парень. Я могу предложить, чтобы он ей начал заниматься. Он очень хороший. Аспирант какой-то? Аспирант, да. Он пишет диссертацию. Как раз он у меня недавно просил. Под вашим научным руководством? Да, 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 конечно. И он попросил у меня какую-то подработку. Ну, он знает, что я занимаюсь репетиторством. И, кстати, даже, по-моему, он берет недорого. Три тысячи за урок. Это очень недорого. А это Николай Андреевич? Да, да, да. Папа, у меня там одногруппник у него занимался. Ну, вот видите, я уже даже его знаю. У твоих одногруппников голова на плечах есть в отличие от... Нет, нет, нет. Смотрите, он очень толковый математик. Толковый? Толковый. Вы сейчас сказали о том, что человек, понимаете, нуждается в деньгах. То есть вот не получится ли так, что как бы эти деньги просидят и на стуле? Нет, 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 нет. Вы прекрасно знаете, как ей все тяжело. Но это уже от Елены зависит. Я правду. Можно и на лекции ходить просто штаны протирать, а можно все уши. Ну, вы знаете, я, во-первых, буду его контролировать все-таки. Это ж мой как бы подопечный. А во-вторых, самое главное, он все-таки достаточно порядочный, молодой человек. Педагогический опыт у него слабый. Но вот как все пройдет, я не могу гарантировать. Я только могу гарантировать, что заниматься он будет очень добросовестно. Добросовестно. Ну, а я это проконтролирую. И я думаю, что если у Елены есть желание, то это для нее очень хороший выход. Очень. Ну, это для них что-то желание. Единственное, я хочу попросить отца. Голова бы на плечах. Я хочу стать программистом. Я делаю все, что угодно. Если вы так рекомендуете, смотрите, меня это устраивает, да. Вот, меня это устраивает. Хорошо, я согласен. Единственное, что педагог будет мне сам говорить о твоих успехах. Ты прекрасно знаешь, что будет. Ну, это же Николай, вы договорились. Да, я могу отдать телефон. Ну, мы сейчас закончатся, вы запишите. Да, вы обменяйте контакт. Так, берите 20 тысяч рублей, Игорь Павлович. Ну, я бы хотел как-то подрасписку, чтобы так взятка не было. Я думаю, что в данном случае можно без расписки обойтись. Ну, вы знаете, я... Вы все добросовестные люди. Я таким моментом хочу очень попросить отца безопасности... Бутылку коньяка вам еще, который вы проиграли своему коллеге армянскому. Кстати, да. Я бы... А если бы остались вы, я бы купил мой ящик. Ну, вы знаете, пожалуйста, я очень вас спрошу обеспечить безопасность Николая, чтобы такого вот не было. Он парень молодой. Ну, я думаю, Наталья Леонидовна принесла в себе или от кого-то. Да. И самое главное, я хочу сказать, вот ответственно заявляю, я же буду у Елены принимать экзамены, я буду принимать без всяких скидок на то, что занимается ей мой Николай. То есть со всей строгостью сдаст, умница, но не сдаст, извините. Это позиция, да, заслуживает уважения. Я очень рад, что ваш конфликт исчерпан на этом. Я очень рад, что вы договорились. И был безумно искренне рад вам помочь. Я надеюсь, у Елены все будет хорошо в учебе, подтянет математику, да? Я обещаю. Удачи, удачи. Все, спасибо вам большое за участие, всего доброго. Стороны договорились. Я благодарен профессору, что мы пришли к соглашению, и надеюсь, что теперь Лена оправдает мои ожидания. Мне очень жаль, что эта ситуация вообще произошла, но я безумно рада, что мне дали еще один шанс. Мне очень приятное желание Елены учиться. И если это рвение у нее не пропадет, то у нее должно все получиться. Вы этой квартирой можете подавиться. Не нужна мне ваша квартира. Ребенка мне верните. Присмотритесь. Ты, тварь, залезла в постель к моему мужу и еще и забеременела от него. Это истории из вашей жизни. Мы с Валерой женаты 16, 16 лет. И теперь все зря. Все зря. Мировое соглашение. Он человек-то хороший. Ну, не надо его в тюрьму. Смотреть обязательно. Милана Петряева просит свою старшую сестру не ломать ей жизнь уголовным преследованием. Ольга Морозова считает, что ее родственница всегда поступала подло. И пришло время ответить за свои поступки. Пожалуйста, Милана. Здравствуйте. Я вас слушаю. Здравствуйте, Дмитрий. Я сегодня пришла заключить мировое соглашение со своей старшей сестрой, которая написала на меня заявление о возбуждении уголовного дела по статье «Мошенничество». Теперь мне вот грозит пять лет тюрьмы. Вы понимаете, мне всего 21 год. Я не хочу в тюрьму. А что произошло? По поводу чего написала Ольга Романовна на вас заявление? Понимаете, мне нужны были... Что вы совершили такого? Мне нужны были 100 тысяч рублей, чтобы спасти своего парня. А что с парнем было? Ну, там была сложная ситуация на грани жизни и смерти. Оль, пожалуйста, я тебя умоляю. Если тебе меня не жалко, давай, пожалуйста, пожалей, пожалуйста, нашу маму. Давай поговорим как сестры. А ты маму пожалела? Я уже раскаялась. У меня, может быть, пожалела. Я уже раскаялась. Я совершила ошибку. Я понимаю. Я принесла все деньги. Вот тут 300 тысяч за весь долг, за весь кредит. А где ты их взяла? Ты нигде не работаешь. Ну, это неважно. У мамы взяла эти деньги? Да, у мамы. Милан, что за кредит? Расскажите поподробнее, мне что бы понимать. Понимаете, вот мой парень попал в ситуацию, у него появились проблемы. И мне понадобились деньги, чтобы его спасти. Я пошла по всем. Я пошла по родственникам, знакомым, друзьям. Мне никто не дал денег. В кредите мне тоже отказали. Конечно, ты нигде не работаешь. Ну, я не могу устроиться на работу, ты понимаешь? Я 16 лет работаю. Я в 16 лет и работала, и училась. Я смогла. А тебе 21 год. Ну, сейчас другие времена, понимаешь? В общем... Что, у нас теперь 21 не работают? Что не так со временами? Работают. Просто я не могла устроиться. В общем, и я пришла к Коле. Она попросила меня посидеть со своей младшей дочерью, Софией. Вот, моей племянницей. И у меня тогда помутнение настало. Понимаете? Я думала только о деньгах, о том, как выплатить вот эти все займы, которые я взяла. Вот. Мне пришлось их... Ну... Понимаете? Я думала только о деньгах, о том, как помочь своему парню. О том, что у меня кредиты теперь, о том, что у меня испорчена кредитная история, о том, что я хотела ипотеку взять, материнский капитал вложить, я квартиру хотела купить. Оль, ну я вот сейчас, я сейчас хочу рассказать, почему я так поступила. И я увидела Олин паспорт, она ушла в парикмахерскую, меня оставила у себя дома, я увидела ее паспорт. И, да, я воспользовалась ее данными, взяла микрозаймы. Всего я взяла 16 микрозаймов в разных организациях, указала свой счет. Я знала, что их нужно отдавать, мне мой парень, он клялся, что он вернет все эти деньги вместе с процентами, что я погашу, я повелась, понимаете, просто. А потом его проблемы не решились, и когда подошел день, когда, ну, я должна была выплатить все, у меня не было этих денег, вот. И я знала, что нужно как-то выкручиваться из ситуации, я пыталась найти деньги, вот, Оля, я нашла эти деньги. Тогда я не смогла найти. То есть вы взяли на паспорт своей сестры 16 микрозаймов? Да. Но я думала, что я их верну, а потом Антона посадили в СИЗО, и он не отдал мне эти деньги. Антон, это ваш парень? Да. Вот, он не отдал мне эти деньги, и мне, ну, мне было стыдно и страшно перед моей сестрой за то, что я совершила такое. Мне до сих пор очень стыдно. В общем, эти конторы, они же ждать не любят, и они сразу практически обратились в суд. А как ты хотела? Вот, и они с исполнительным листом пришли к приставам и попросили взыскать долг Соли. И Анатолия узнала, да, что у нее 16 кредитов. Да, 16 кредитов, и я узнаю, это не от Миланы, я узнала, просто ко мне в дверь постучали приставы. И я понятия даже не имела, как и что и откуда. А брали вы в общей сложности, взяли 100 тысяч рублей. 100 тысяч, но на тот момент уже было 245 тысяч 560 рублей. Вот, и я вообще не понимаю, как этим организациям позволяют давать людям деньги под такой процент. Это обдираловка какая-то. Вы согласны со мной? А, то есть вы считаете, брать на чужой паспорт это нормально? Вас больше смущает? Почему вам дали под такие проценты, да? Ну, я просто тогда запуталась. Это безответственно. Они поэтому и дают такой большой процент, потому что есть риск невозврата. Поэтому и дают. Вы же через интернет все оформили. Да, да. Ну, поэтому, поскольку это легко получаемые деньги, но возвращать придется больше, да. Поэтому такой процент. Да, я понимаю. Мы тогда с Олей поговорили обо всем. Она меня назвала мошенницей, воровкой. Но я не воровка, я же просто хотела помочь своему парню. Вот и все. А мне ты помочь не хотела. Вот у вас возбудили дело как раз в 159-й статье. Она так и называется. Мошенничество. Поэтому, мне кажется, правильно вас. Ольга-то назвала. Ну, я вот, я принесла все деньги. Так, сколько? Сколько сейчас задолженность составляет? 245 тысяч. Ну, чуть больше. Так, а вы сколько хотите? Предлагайте. 300 тысяч. И плюс еще, чтобы за моральный ущерб. Оля. Я принесла все деньги. Я, ну... Милана, вообще-то, врет. Она пришла в гости ко мне не просто так. Она пришла, даже записала меня к своему мастеру со словами о том, что, сестричка, вот ты давно не была у парикмахера. Сходи, развейся. Я посижу с твоей дочерью. Ну, я пошла. Я обрадовалась очень сильно на тот момент, что неужели моя сестра-эгоистка все-таки в конце-то концов взялась за ум? Ну, в семье у нас очень плохие были отношения. Я старшая сестра. Мама второй раз вышла замуж. Да, я смотрю, у вас отчества разные, да? Да, да, да. У нас разница. Да. У нас разница в возрасте 10 лет. Милана была всегда любимым ребенком. А я, как старшая сестра, была просто няней. Няней для сестры младшей, уборщицей дома и тому подобное. Я устала от этого. Я очень рано вышла замуж. Я училась, я работала. Вот мы с мужем живем на съемной квартире до сих пор. А мама купила Милане однокомнатную квартиру с очень даже хорошим ремонтом. Милана еле-еле закончила школу и сейчас даже нигде не работает. Она и не работала в принципе никогда. Она живет за счет родителей. И вот как она хочет, допустим, вот она принесла деньги, это деньги мамины. Я не буду брать эти деньги. Мне они не нужны. Оль, но я не виновата, что мама меня любит больше, чем тебя. Ты взрослая женщина. Ну, почему ты ревнуешь до сих пор меня к маме? Причем здесь какая-то ревность. Ревность здесь ни при чем, Милана. Ты просто взрослый человек. Тебе 21 год. Ты должна уже понимать, что ты делаешь и нести как-то ответственность за свои поступки. А какой вы видите, Ольга Романовна, выход из этой ситуации? Я бы хотела, чтобы Милана устроилась на работу. Официально. Предоставила мне документ, подтверждающий о том, что она работает. Да кто... Подождите, простите. Кто меня возьмет на работу, если у меня нет образования и опыта работы? Все, что мне светит, это какая-нибудь повариха в фастфуде. Я вообще... Ну, это жесть. Я не знаю, я не справлюсь с таким. А ничего страшного, ничего страшного. Нет, работать, Милана, безусловно, сложнее, чем брать кредиты на чужие паспорта. Да. Ну, ничего, как-то люди справляются и в фастфуде работают. Было бы желание найти себе работу. Конечно, я официантом работала. Никакой проблемы нету. Даже без образования. Было бы желание. Да, другой вопрос, что у вас сейчас... Судимость вам светит в любом случае, потому что это дело, даже если вы примиритесь, не закроют. Да, там наказание может быть, естественно, каким-то условным, или, может быть, штрафом отделается. Но в любом случае, судимость у вас будет. Да? Это прямое последствие ваших действий преступных. И при наличии заведенного на вас уголовного дела, наверное, не везде вас возьмут работать. Но, в принципе, вы вообще-то собираетесь как-то? Жизнь-то? Ну, да, если... Как вы видите вообще свое будущее? Если Оля готова, ну, на такие условия, чтобы я пошла на работу, она подписала это соглашение, то я готова, да, я постараюсь. Я постараюсь, Оля, честно. Я постараюсь устроиться. Вот. И отдавать тебе эти деньги, если ты не хочешь брать мамину. Ну, так как мы с мужем выплатили уже весь этот долг... А, вы закрыли эти долги, да? Да, мы закрыли эти долги. Ну, по крайней мере, чтобы проценты никакые, да? Да. Я хочу тогда, чтобы Милана выплачивала по 25 тысяч в месяц мне. Устроилась официально на работу. Ну, наверное, только так. По-другому нет. Далее в программе. Если вдруг я еще когда-либо подниму руку на него, я буду дарить ему одну восьмую от этой квартиры. Да я до полквартиры не доживу. Вспыльчивая женщина часто обрушивала свой гнев на мужа. А когда тот подал на развод, решила исправиться. На какие уступки ради сохранения семьи она готова пойти? А вы деньги вот эти где взяли? Мне дала мама их. Вам дала мама? Да, она переживает, потому что из-за нашей ситуации она дала, ну, чтобы Оля никаких претензий ко мне не имела. И еще я хочу, чтобы эти деньги ты отдала маме. И сама заработала. Ну, то есть у вас больше, Ольга, я так понимаю, желания перевоспитать сестру, да? Конечно, ну, естественно. Она вроде неплохая девочка, хоть и эгоистка, но хотелось бы. Ну, я думаю, что на самом деле сейчас в этом возрасте уже это сложно сделать. Но в любом случае сейчас у вас есть рычаг давления на это. То есть вы хотите, чтобы эти деньги Милана отдала маме, устроилась на работу и с зарплаты отдавала вам эти денежные средства? Да, все верно. А если не устроится? Значит, суд. Вы напишете заявление только после того, как она устроится на работу, да? Потому что суд будет скоро. Ну, я не жалко ее. В любом случае мне ее жалко. Она все-таки моя сестра. Безусловно. Да. Проучить как-то нужно ее, чтобы она понимала, что так делать больше нельзя. Не то, что там с родственниками. Вообще, в принципе, так нельзя больше делать. Ну, мне кажется, она понимает, что совершила ошибку большую. Пусть устраивается на работу. Пусть. Да, хорошо. Ладно, я устроюсь на работу. Я попробую. То есть вы, в принципе, можете сейчас зафиксировать долг, да? 245 тысяч рублей. Да. Которые вам должна сестра. То есть при условии, что она устраивается на работу, вы пишете заявление в суд о том, что не имеете претензий материального характера. Но потом по расписке, если что, сможете пойти в суд и взыскать это с нее. А эти денежные средства Милана должна отдать маме. Правильно? А я проконтролирую. На это согласна? На такие условия согласна? Да, я согласна. На работу будете устраиваться? Я устроюсь на работу, правда. Приложите все усилия. Даже в вашей ситуации, если захотеть, работу можно найти. Очень много творческих специальностей. Конечно. Очень много. Главное, захотеть. Ладно, я постараюсь. Я надеюсь на это. Рад был вам помочь. Спасибо вам. Так, что вы договорились. Спасибо. Всего доброго. Стороны договорились. Я, конечно, пообещала Оле устроиться на работу, но я очень сомневаюсь, что у меня получится. Ну, пока займу денег у подруг, но потом я займусь поиском работы, но которой я буду достойна. Сегодня я готова была пойти с ней на мировую, но я думаю, что если бы это был какой-то другой человек, исход был бы совершенно другой. Я хочу, конечно, чтобы моя сестра образумилась и все-таки сделала выводы из всей сложившейся ситуации. Люди приходят сюда врагами. Я сделаю все, чтобы твой пыль вгенил в тюрьме. А если его не посадят, я его сама убью. Дмитрий Агрис на ваших глазах делает и с друзьями. Вы обижены ведь на него только потому, что ведь любили его, правда? Да. Ладно, Максим. Вот такие чудеса. Если вдруг я еще подниму руку на него, я буду дарить ему одну восьмую от этой квартиры. Да я до полквартиры не доживу. Каждый будний день в мировом соглашении на нашем телеканале. Ничего от вас не даришь. У меня опыт большой. Маргарита Крюкова обещает изменить свое поведение в случае нарушения подарить долю в квартире. Валентин Крюков не верит в исправление жены и поэтому намерен расторгнуть брак. Добрый день, уважаемые стороны. Меня зовут Дмитрий. Я очень рад приветствовать вас сегодня на этой встрече, где мы постараемся мирным путем урегулировать ту конфликтную ситуацию, которая возникла между вами. Инициатором встречи является Маргарита Степановна. Пожалуйста, Маргарита, вам слово. Здравствуйте, Дмитрий. Я хочу, чтобы вы мне помогли примириться с мужем Валентином. Валентин Иванович, ваша супруга. Да. Так, и в чем ваше разногласие? Я бываю иногда вспыльчива и несдержанна. Но и Валентин от этого очень страдает. Валик, ну ты же прекрасно меня знаешь. Мы с тобой почти 20 лет живем вместе. И ты знаешь, как я к тебе отношусь. Кроме тебя у меня никого нет. И моя любовь к тебе должна перекрыть все мои недостатки. Любовь это сковородкой по голове? Дмитрий, это любовь. А о каких недостатках-то вы говорите? Понимаете, Дмитрий, я бываю иногда несдержанна и вспыльчива. Но я очень отходчива. А в чем это выражается, ваша вспыльчивость? Ну иногда, когда Валентин рядом, может ему прилететь. Ну, полотенцем, ну или сковородкой даже. Но это не больно, не обидно, поверьте. Подождите, вы бьете мужа, что ли? Ну, бьете, это очень громко сказано, Дмитрий. Ну, просто может быть, когда у меня настроение не очень, ну, чем-то могу его задеть. Но это не так, как он пытается здесь представить вам. Ну, вот, Дмитрий, это сковородкой вот этой вот. Горячей. По голове. А, по голове. Дмитрий, возьмите эту сковородку. Она легкая, дешевая. И такой сковородкой невозможно сделать больно. Валентин, ну что ты придумываешь? Да ничего я не придумывала. Больно. Ну, если горячий, с размаху, конечно, больно. Да, Дмитрий, я вам расскажу, как все было. Я пекла блины для своего Валентина, хотела его порадовать. И как в фильме, вот так, хотела подбросить и перевернуть. А он оказался рядом. А я его не видела. Ну и немножко я его задела в сковородку. Так у него даже синяка не осталось, Валентин. То есть случайно? Ну, конечно, случайно. После этого извинилась 10 раз. Блинами его накормила. Вот этого случайно. А он, оказывается, подал на развод. Я даже не знала об этом. Подождите, а это какая-то единоразовая была история со сковородкой? Или это периодически продолжается? Дело в том, что... Единораз мне прилетело половником. До сих пор не могу забыть. По спине. За то, что я суп пересолил. Я просто хотела напомнить тебе пословицу. Не досол на столе, а пересол на спине. Видишь, ты же запомнил. Я еще одну пословицу знаю. Бьет, значит, любит. Но это не в нашем случае. Еще был случай. Ковшиком. Огрела. Тоже по голове. За то, что я брюки не так погладил. Другие вообще жены гладят брюки. А вы себе погладили? Я себе не так. Я просто учила Валентину гладить брюки. Ровные стрелочки. Я хочу, чтобы он ходил у меня красивый и модный. А он погладил немножко не так. Так я после этого извинилась 10 раз. И сама целую неделю ему гладила брюки. Валик, ты что, забыл? Дмитрий, вот так всегда. И сколько это продолжается уже? Наверное, лет 10. А, лет 10. То есть вы терпеливый и достаточный человек, Валентин Сергеевич. Маргарита, а с чем связаны такие вот... Понимаете, Дмитрий... Насильственные действия в отношении супруга? У меня характер... Характером я пошла в своего деда по маминой линии. Он тоже был вспыльчивый, агрессивный. Когда он выходил из дома, вся деревня пряталась. И я тоже такая. У меня иногда бывают вспышки. Ну, такой агрессии, можно сказать. Да, иногда. Агрессии, да. Но это не так страшно, как Валя пытается здесь вам представить. Поверьте мне. Я же женщина, я кропкая. Я не могу причинить боль любимому мужчине. Ну, он говорит, ему прям больно. Валентин-то... Я не знаю, что с ним случилось. Он уже за 10 лет-то. Ну, до этого было все хорошо. Мы и на дачу вместе ездим, и на природу выезжаем. У нас все хорошо. Вы считаете, что все хорошо? То есть вы просите Валентина, я так понимаю, забрать заявление, о расторжении брака. Конечно, я хочу сохранить семью. А вы в суд подали, да, заявление? Да, Дмитрий. А дети есть у вас? Нет. Детей нет? Нет, детей у нас нет. Я хочу сделать Валентину предложение, которое он не сможет отказаться. У меня есть добрачная квартира, 52 метра, которая досталась мне от родителей, которой сейчас мы проживаем с Валентином. Другой собственности, недвижимости у нас нет. Я предлагаю, если вдруг я еще когда-либо подниму руку на него, я буду дарить ему одну восьмую от этой квартиры. Да я до полквартиры не доживу. Это же выгодно, Валя. Я буду себя сдерживать, понимая, что я не могу потерять единственное жилье. То есть вы предлагаете, чтобы Валентин забрал свое заявление? Конечно. Есть, значит, на таких условиях, что за каждый акт рукоприкладства вашего в отношении супруга вы будете ему дарить по одной восьмой доле в квартире. Да, конечно, я согласна. Валентина, это же очень выгодное предложение. Соглашайся. Восемь шишек и квартира ваша, собственно говоря. Выгодное предложение, мне кажется. Дмитрий, вы не придергиваете. Все не так страшно. На самом деле я не верю, что может человек исправиться, если уж за такой длительный период ситуация только ухудшается, да? То есть сначала половник, потом... То есть вас прямо уже до крайней точки это довело? Да. А есть какая-то прогрессия в этом? Учащаются эти случаи со стороны Маргариты? Полотенце, половник, сковородка. То есть это периодически происходит? Вы же что, боитесь за свою жизнь в дальнейшем? И это тоже. Я говорю, я просто до полквартиры не доживу, наверное. Угу. Так. Ну, пожалуйста, ваша версия событий. Почему так происходит? Ну, я не знаю. Я не знаю, получается, вообще мы, наверное, надо все-таки Дмитрий рассказать, да? Мы познакомились. Конечно, да, рассказывайте. Я даже был горд, очень был, очень был горд, что Марго согласилась... Стать вашей женой. Стать моей женой, выйти за меня замуж. Ну вот, потом я понял. Ей, оказывается, нужен был мальчик для битя. Правда, поздно я это понял. Вот. Но все-таки я не хочу быть боксерской грушей. Хватит, мальчик вырос. Валик, ну что ты преувеличиваешь? Ты же знаешь, что я тебя люблю. Дмитрий, я хочу предложить Валентину еще более выгодное предложение. Какое? Давайте, если вдруг я подниму на него руку, я буду ему не одну восьмую квартиру дарить, а одну четвертую. Одну четвертую? Конечно, Валик, это же очень выгодно. И я исправлюсь. Ты же прекрасно знаешь. Вот свидетельство о собственности. Может, тогда вы ему сразу квартиру подарите, Маргарита, и перестаньте его бить. А где же мне жить тогда? А вдруг он приведет на эту жилплощадь? Ну вот, он заберет свое заявление, и вы будете дальше мирно жить. Это единственная причина, из-за которой вы хотите развестись. Вот такой пылкий нрав вашей супруги. О том, что она занимается рукоприкладованием. Это основная причина, которая послужила в общине. А еще какие-то есть у вас причины? Я не знаю, может, вдруг там... Нет никаких причин, Дмитрий. Дмитрий, у нас все хорошо, у нас счастливая семья. Появился кто-нибудь? Да нет, никто не появился. Живу у друга, слава богу. А, у вас своего жилья нету? Нет. У вас только вот добрачная квартира Маргариты, да, в которой вы проживаете? Да, Дмитрий. Но если перестанет Маргарита вас... Я, конечно же, перестану, Валик. Маргарита, вы же понимаете, что это ненормальная ситуация в семейной жизни? Да, я понимаю, Дмитрий. И я как-то пытаюсь с этим бороться. Ну, мне кажется, в отношениях двух людей оно недопустимо. Согласна. Вообще. Ни с какой стороны. А вы в ответ кто-то, нет? Ну, не... Нет? Маргариту не трогаете? Боитесь? Ну, наверное, вот правильно. Ответить не можете. Совершенно верно. И не надо. То есть вы понимаете, что это ненормально? Конечно, конечно. Я с этим пытаюсь бороться. И мне кажется, на самом деле, вот этими долями в квартире это не решается. Подскажите, как это можно изменить? Я думаю, что нужно... Есть у сейчас очень много психологических тактик. Я думала об этом, кстати. Я даже согласна пойти на какие-то психологические курсы, заниматься к психологам, чтобы у меня эта агрессия прошла. Есть какая-то... Ну, для этого есть какая-то причина просто, понимаете? Возможно, я готова с специалистами это все проработать и эту причину решить. Ради своего мужа, ради сохранения нашей семьи. Валик, ты же согласен? И вы действительно думаете, что за месяц можно исправиться? Ну, я думаю, что... Я обязательно исправлюсь. Я этого хочу. Я готова это сделать ради тебя, ради сохранения нашей семьи. Ну, в конце концов, есть успокоительные. Антипсихотики есть. Просто, мне кажется, нужно обратиться к специалисту. Это может быть просто занятие с психологом. Сейчас они называются, эти курсы управления гневом, они, по-моему, так и называются. То есть психолог работает, выясняет причину, они прорабатывают. У человека, ну, как бы, эти приступы проходят. Возможно, медикаментозно. В этом тоже ничего страшного нет. Валик, соглашайте. Я абсолютно на это согласна. Сейчас такой стресс у всех. Понимаете, есть препараты, там, антипсихотики. Никакие-то нет, там, не тяжелые, не психиатрии, нет. Ну, просто вот человек такой. Бывают всплески, возможно, из-за гормонов каких-то, я не знаю, адреналин выбрасывается в кровь. Просто надо выяснить причину. Поэтому ничего страшного нет. Если это единственная причина, это решаемо. Это единственная причина. И Валентин это подтверждает. Если вы говорите, что вы по любви все-таки, да, женились, что, то есть, супругу-то любите. Да я уж теперь и не знаю даже. Вроде и люблю. Ну, вот если убрать вот эту составляющую из вашей семейной жизни. Не, ну, конечно. Ну, кажется, все хорошо было. Ну, так давайте попробуем просто это убрать. Давайте. Маргарита, я так понимаю, согласна обратиться к профильным специалистам. Маргарита, я согласна на все, поверь мне. Чтобы умерить свои вспышки агрессии. Ну, и все-таки мне кажется, что можно в соглашении зафиксировать условия про дарение квартиры в случае нарушения Маргариты вашего личного пространства, так сказать, с помощью сковородок и другой кухонной утвари. Или еще какие-то условия у вас есть? Да. Какие? Значит, есть еще одно. Какое еще условие? В четверг мы ходим с мужиками в баню, а в пятницу футбол. В четверг баня. Потому что я этого был лишен, Дмитрий. Валик, ну ты же помнишь... Маргарита не пускала вас? Ну, да. Он просто сам не хотел. Валик, ты же помнишь, что мы с тобой на выходные всегда ездим на дачу. Как не хотел. И уезжаем в пятницу. Но теперь нам придется выезжать в субботу в 6 утра тогда. Ну, вы согласны. Фиксируем это. Да. В четверг у Валентины баня с друзьями, в пятницу футбол. Да, в субботу в 6 утра дача. В субботу в 7 утра дача. Конечно, Дмитрий, фиксируйте. Я очень напомню, что вы договорились. Да, дорогой. Да, дорогой, садись. Все, значит, Маргарита проходит курсы, да? Да. Мы психолога фиксируем про квартиру. И ваша четверка-пятница за вами в футбол и баня. Согласны на эти условия? Да, я согласна. Я уверена, у нас все будет хорошо. Я тоже на это надеюсь. И думаю, что эта проблема, которая возникла между вами, легко решается. Правда? Да. Поскольку других причин нет, поэтому я надеюсь, что у вас будет дальнейшее, гармоничная семейная жизнь. Все. Спасибо вам большое. Спасибо вам большое, Дмитрий. Рад был вам помочь. Всего доброго. Стороны договорились. Я обещаю себя контролировать. Валентин может быть спокоен. Я же не дура, чтобы лишиться единственного жилья. И все у нас будет хорошо. Я очень люблю жену свою. И надеюсь, что ей помогут эти курсы. И что никаких случайных ударов я больше получать не буду. И мы будем с ней жить счастливо. У меня, честно, разрушилась жизнь. Я потерял семью. А у тебя в голове две деньги. Компромисс – это не слабость. Да я тысячу раз неправ. Когда я развелся с тобой, я был тысячу раз неправ. Да? Ну что мне сейчас? Не увернуть это время? Умение договариваться – это сила. Но у меня в данное время нет таких денег. Устройся на работу, как настоящий мужик. В конце концов. Учитесь у Дмитрия Агриса. Мне кажется, вам надо поговорить. Без меня вдвоем сесть и поговорить. Мировое соглашение. С понедельника по пятницу. Ты куда пелишься? На нашем канале. Субтитры подогнал «Симон»! 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 Субтитры подогнал «Симон»!